Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Бывает так, что ваш подчинённый сильнее вас или психически, или интеллектуально. И эту силу проявляет против вас. Например, он может так сказать, что над вами будут смеяться. Но при этом это правда. Или он, допустим, просто ведёт себя так, что типа, ну как бы, ну чё я буду тебе подчиняться, ты не такой умный, как я. Ну и это тоже правда. И вы думаете, ну да, я согласен, что я не такой умный. И это неправда. Это неправильно, потому что не важно, кто умнее, а важно, кого Бог поставил старшим, понимаете. И вот если тебя Бог поставил старшим, ты должен этого человека отправить на свободу, если он не подчиняется твоему страшенству в силу своих каких-то преимуществ. Понимаете, этот человек зло для коллектива, а не добро. Даже если он для него приносит огромную, несопоставимую пользу. И ваша задача рано или поздно избавиться от этого человека. И если вы скажете, это же нехорошо избавляться от кого-то. Нет. Вы должны понять, что руководитель на санскрите называется Кшат-3. Кшат-корий Кшат означает насилие. То есть руководитель, который не понимает, что он должен ради власти совершать насилие, этот человек злой. То есть если он не понимает, что он должен совершать насилие, он злой по отношению к людям, которым подчиняется, потому что он не может вырезать гноник. В тот момент, когда этот гноник убивает организм. То есть насилие неизбежная часть управления. В тех случаях, когда разрушается система, структура. То есть война это нормальная вещь для страны. Для того, чтобы сохранить власть. Понимаете, потому что смена власти, вы скажете, что поменяли власть, да и все. Смена власти отодвигает развитие страны примерно на 15-20 лет назад. Вот если сейчас власть, допустим, мы не говорим о том, что там один президент на другой, но это одна структура, одна система, понимаете. Мы говорим смена власти. Вот как, допустим, у нас была одна власть, потом взяли умные люди, решили сделать другую. В результате, во-первых, вся страна разрезалась на части, что само по себе просто безумие. Понимаете. И в результате вся инфраструктура, это все равно, что сейчас я решу, что у меня организм будет без рук и без ног. Но я стану инвалидом просто, понимаете. И вот эта Украина там, Беларусь, это все были руки-ноги, понимаете, России. И все поотрезали. Но в результате вся инструктура экономическая, вся была разрушена. И, во-первых, эти руки-ноги сами жить нормально не могут. А во-вторых, и сама тоже страна без них не может. А потом они все врагами почему-то становятся еще между собой. Понимаете, какое безумие совершили. И это все называет смена власти. Поэтому так важно сохранять одну власть, не менять ее. Потому что смена власти, она потом 20 лет надо, чтобы поменять все управление в стране. Ведь много-много всяких людей. И все эти люди заточены под менталитет одного правителя. Представляете, вот поменять все это. И потом дальше перетачивать надо 20 лет. Все это. Это вообще конкретный геморрой. Поэтому легче повоевать, понимаете? Чем все вот это вот перетачивать. У Лисоцкого есть песни. Думаю, песни не буду включать. Так, а вы объясните, вам же легче будет. Ну, чему опаситься? Рад жизни осудить. Вы? Семья и школа. А вот, да, да. Упал, да кто открутненья, орал не с горя, а как у пения. Теперь только два русла без протокола. Чему нас учат, так сказать, семья и школа, что жизнь сама таких нахажет. Правильно? Тут мы согласны. Скажите, вот он, прочитывая утром, но в рот, если искали, пусть и жизнь нахажет, пусть жизнь нахажет, да, а вы объясните, вам же легче будет. Ну, чему опаситься? Рад жизни осудить. Понятно, да? Тут жизнь сама нахажет строго. Тут мы согласны, скажи, Серега. Ну, если самодуру какой-то там, коллектив какой-то, ну, что там, работать? Ну, и валите оттуда, Бог вам поможет. В стране самодуру руководить? Ну, валите из страны. А вот свергать, это уже, извините, это не то, что жизнь накажет строго, это уже дальше много крови, много страданий вокруг, и ради чего? Понимаете, всегда, веды говорят, всегда, если правитель неправильно себя ведет, то его будет наказывать за это Бог. И надо спокойно в этом, этому верить. Он сам все подкорректирует. Понимаете, сам все подкорректирует. Господь. Субтитры создавал DimaTorzok